Подготовка новостных сюжетов в эфир в последние недели осложнилась. Нашествие комаров. В этом году, говорят биологи, они появились раньше, почти на месяц. Вода в озерах, в местах их размножения быстро согрелась. Комаров очень много, а репелленты помогают не всегда. В Алтайском крае известно около 30 видов комаров из 5 родов. Они все различаются и по внешнему виду для специалистов, например, и по многим своим другим особенностям. Поэтому, конечно, одни из них будут реагировать лучше на какие-то, так скажем, отрицательные воздействия, а другим будет все равно. Если в некоторых странах комаров массово травят спецрастворами, то у нас, несмотря на их обилие, такой практики нет. Роспотребнадзор отвечает только за истребление клещей. В Центре эпидемиологии сказали, собственники жилых домов могут заказать обработку участка или через управляющую компанию, или самостоятельно. Естественно, не бесплатно. Часто люди не хотят этим заниматься и ждут, когда сезон комаров закончится сам. Помимо людей страдают и домашние животные. Например, мы каждое утро и каждый вечер ходим гулять со страданиями, потому что и собаку, и меня окружает просто рой комаров. Не помогает ни рифтомит, мы с собачниками на олейке еще обычно жгем спиральки. Но комары поедают поедом и меня, и моего пса. Кстати, для собак укус комара может быть опасным. Кровососущие переносят паразитов. Они поселяются в сердце питомца и значительно сокращают его жизнь. Избежать укусов комара невозможно, но заболевание можно предупредить. В период летний период необходимо один раз в месяц задавать препараты, глистогонные препараты, в состав которых входит профилактика дирофилироза. Особенно важно обрабатывать маленьких собачек. Они больше склонны к аллергии на укусы комаров. Для животных есть специальный спрей, а вот человеческие репелленты им не подойдут, животные отравятся. Что касается аллергии на укусы, она есть и у людей. Может быть наследственная, может развиться из-за чувствительной кожи. При аллергической реакции, мало того, что появляется волдырек, может появиться и крапивница, и даже осложнение вот этого вот укуса, отек квинки. Когда появляется отек губ, тяжело дышать, появляется отек гортани, что вот это вот уже явно ярко выраженная аллергическая реакция. Мне не повезло, я обладатель непереносимости укусов. От комаров на моем теле остаются синяки. Таким, как я, летом необходимо пить курс антигистаминных препаратов и пользоваться мазью, а также не выходить из дома без репеллента. Как долго нам терпеть комариное нашествие в этом году, зависит от погоды. Влажное и теплое лето обеспечит комарами до осени. Но будем все же надеяться на благосклонность природы. Полина Жданова, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.